В отсутствие Шаргалина ее, конечно, некому заменить, потому что Виктория Шварева, конечно, старается, берет на себя роль 4-5 номера, но, конечно, это, ну, она по габаритному, просто другой игрок, и не так хорошо может бороться с защитой, вот, и как это делает Шаргалина. Забивает Морозова первый штрафной, второй, мало очень замен, всего одна замена, так что тяжело им придется, конечно, физически. Обычно портфон собирается неплохо, там, там по 3-4, за все мертвые мячи в мире вообще. И снова Бойко, и снова Бойко, да боже мой, Бойко, что остановить? Черных, а? Вот, и вот в Золинкс было заявлено, по-моему, даже сейчас заявлено, я вам хотя могу ошибаться, вот, но там уже сейчас не играет, вот, но играет по принципу Малада удал, и не проблема, и то, что там у него налетела Агаварова. Агаварова тоже не очень высокая, но она очень крепкая, и Морозова будет штрафной бросать. Морозова? Так, если я ничего не пропустил, то получается у Портланд ни одного очка с игры еще не забивали они. Удача. Переходят владения, нет, не переходят владения, а ставятся мяч у Портланда. Не доработали против Морозова и все остальные очки, потому что все 6 очков Портланда забил именно Морозова. Костякова получает заслон от новичка команды, скинула дальше на МА выходит Кравцова, замена ставит Портланд, конечно, тяжело им приходится с одной заменой, это правда тяжело. Черных скидка на Костякова, Костякова 3, но заст у него был. Снова не трешка, это снова 2, хотя была возможность 2 трехки забить у Атланты, но забили 2 средних тоже неплохо. Морозова, хороший хак, хотел он или получил случайно, но смотрелось очень эффектно. Аговарова будет штрафные бросать. Со штрафом, если не ошибаюсь, она там бросает его не 70% со штрафа, это очень хорошая статистика. Было обычно меньше бросать. Не забивает трешку Вишняк, Кравцова подобрала. Ну и здорово навязали борьбу там Черных и Сдовгалюк, и да, Враминец перехватили мяч Костякова. Да, Вишняк, Вишняк вообще-то одна, могла бы и бросить, но Вишняк сегодня очень скромно играет, вообще играет на себя, Сдовгалюк совсем. Костякова. Вишняк с фолом. Не знаю, с чем это связано. Либо реально такая установка у нее, либо просто вот она переследила роли после того, как, после травмы, которая у нее была. Аговарова потеряла мяч на раннем нападении, Портонт уже не вернулся в защиту. Вишняк вообще одна. Морозова на Шварева играет. Шварева дальше вернул Морозова. Немного не в темп, это потеря Костякова. Шварева молодец, не уступила ей по скорости на этой прошлой площадке. Хрена стоит наверху, тоже бросит мяч. Неплохое движение игроков Портонта, но нужно кому-то уже начать бросать, кому-то брать роль на себя. По-моему, штрафных она тоже не забивала, так что, возможно, первые очки вообще с игры. Костякова, ни два очка она сейчас. Черных. Вот это Хасова от Виолетты, перехватывает она мяч и забивает. Кроварова подобрала. Ну, потому что всегда хочется максимальной конкуренции. Вот, просто я лично служу по своим взянованиям, всегда интересно играть против команды, которая с тобой может конкурировать более-менее. Потому что соперник уже просто встает и не может играть. Хотя, с другой стороны, да, каково это должно волновать? Должно ли виновать команда победителя того, что команда соперника не готова? Физические марта, быстро отрыв, видишь, что она черных глазом. Находит. Успела, мне кажется, успела Говорова. Ну, если дальше не заблокирует, то, по крайней мере, максимально помешает броску. Морозова на Махлину играет, Махлина наверху, на штрафе. Неплохая была передача, что направили Морозове, но прерывали. Накрывали передачу. Костякова на Мартыненко. Мартыненко ворота. Прямо в руки Вишняк передачи Таговаровой. Вишняк на Костякову. Костякова видит черных, черных, черных. Стефана Карри, Леброна Джеймса и прочих игроков, которые любят немножко пантоваться. Но забить тяжело. Говорова. Пытается Махлиненко раскачать. Не такая же простая задача. Ими умеют играть на высоком уровне. Но я не знаю, были там у него сильный большой перерыв. Потому что, может, она помимо Болилла где-то еще играла. Но Болилла давно не играла. Забивает первым Морозовым. Передача перехватывает. Махлиненко чуть не перехватила передачу на Говорова, Морозова. На Махлину играет. Махлина в углу. Прикольная, конечно, рептянется у бортсболистов белых футболков. Морозова. На Говарову играет. Кравцова наверху открылась. Обратно на Говарову. Джамиля уходит. Таврамиги снова Кравцова и забила. Забила Джамиля. Это было неплохо. В том числе трехочковый. Может быть, не прям самый стабильный, но для большого. Она играет в большом команде. У нее хороший бросок, действительно, с дистанции. Так что доказала мою неправоту. А мальчиков, которые ты считал, будут делать просто хорошую и отличную. У Атланты здесь все в порядке. У них топовые персональщики. У них топовый хреной заканчивается потерей. Чернову со средней. Точно в цель. Открывающегося партнера. Можно, конечно, и сама Говарову бросать. Но она все-таки как-то очень неуверенная была. Поэтому... О! Отвешивать горшки Костякова легче и легче. Для нее это сложный пас. Я думаю, могли перехватить ее передачу. И забивается от Денистеров. Конкурентный команд. Ну, счет уже все. Понятно, что уже одна команда выиграла. Но, по крайней мере, мы смотрим борьбу. Мы смотрим борьбу на участке. Борьба за подбор. Костякова его выигрывает. На своих дырющих ногах убегает. Быстрый отрыв. Пас виной. Красиво доставили. Чернова. О! Красавец, комсомолка, спортсменка, студентка. Не забивает первый штраф на Говарова. Да нет. Морозова.